Опять-таки, должное нашему МИДу, Министерству иностранных дел и Министерству образования России, потому что была подписана все-таки эта Болонская конвенция о признании наших аттестатов. И наше правительство делает все возможное для того, чтобы доказать, во-первых, правомощность и адекватность нашей программы по сравнению с теми же западными сертификатами, дипломами и левелами. Но здесь немножко, мне кажется, упирается все-таки вопрос в то, даже вопрос заключается не в том, что наши дети хуже образованы, а в том, что, к сожалению, наши дети действительно являются недееспособными, потому что они младше 18 лет. То есть, на самом деле, вас должны брать с аттестатом. У нас в Болонской конвенции этот аттестат причисляет или оценивает как ов-левел. Но ов-левел дети получают действительно в 14-15 лет во всех западных школах. Но в 14-15 лет в западных школах никто не поступает в университет. Они идут дальше, делают и левел. И, соответственно, заканчивают школу в 18-19 лет. У нас дети немножко рано заканчивают школу, потому что 11-летнее образование вы получаете ребенка, который несовершеннолетний. А университет не имеет права принимать несовершеннолетнего ребенка, потому что он не может гарантировать или брать на себя ответственность за жизнь и здоровье этого ребенка. Он же несовершеннолетний. Но тем не менее, я знаю, что ваши выпускники, которые занимаются тоже по российской программе, тем не менее, заканчивают так же, как и российские школьники в то же самое время, но они тем не менее поступают. Поступают в западные вузы, да. Потому что мы просто в этих вузах, это базовые вузы, с которыми мы работаем на Западе, мы находим людей, которые являются или становятся кураторами этого ребенка в этой стране до наступления совершеннолетия вот самого этого студента. То есть есть какой-то человек, который становится гарантом и отвечает за жизнь, здоровье и безопасность этого ребенка до его совершеннолетия. Так все-таки, Снежана, вы за что? За российское образование? За российскую программу. Совершенно. Среднее. Вот честно говоря, вот я своих детей научила, вот у меня старшие сейчас учат уже в университете, они все 11 лет отучились в моей школе. И я совершенно считаю, что вот я была права, и правильно мы сделали, что мы от Гелине, в данном случае, дали 11-летнее российское образование. Потому что сейчас она уже имеет представление обо всем в мире, да. То есть и она может выбирать, она имеет понятия о биологии, о химии, о физике, о математике, о геометрии. Как она, конечно, не говорила, что ей то это будет не нужно, неважно. Все это нужно, и все это где-то в подсознании, в подкорке сидит. Снежана, огромное спасибо за интересный разговор. Спасибо. Приезжайте к нам еще в гости. Вам хорошего утра, настроения солнечного. Ну, вы нам, наверное, принесли солнце с Мальты. По крайней мере, осветили своей улыбкой нашей студии. Спасибо большое. Спасибо. Ну что ж, уважаемые телезрители, что бы вам ни говорили плохого о нашем российском образовании, оно все-таки остается и продолжает быть самым лучшим в мире. Давайте в это верить. Но наше московское утро продолжается. Субтитры создавал DimaTorzok